Дорогие друзья, в последнее время я много общалась с людьми, и мне пришло понимание, что люди испытывают недоумение в связи с тем, что не понимают, что такое божественная возможность. И поэтому я сегодня кратко хочу дать еще раз учение о божественной возможности. Учение о божественной возможности проходит через ряд диктовок. И в принципе это все можно прочитать, то, что я буду говорить. Может быть, я какие-то факты приведу из современности всего лишь. Мы из диктовок знаем, что периодически владыки говорят о том, что была дана божественная возможность для России. И так продолжалось на протяжении примерно 12 лет, и последние два года владыки стали говорить о том, что божественная возможность для России забрана. Что такое божественная возможность, которую можно дать и можно взять? Мы знаем, что вся энергия в этой вселенной принадлежит Богу. И только Бог распоряжается всей энергией. Тогда, когда дается возможность, это означает то, что дается божественная энергия. То есть дается порция божественной энергии, она выделяется высшими советами этой вселенной для того, чтобы выполнить какие-то определенные задачи на планете Земля. И вот в 2003 году впервые я услышала, что была дана возможность. Возможность – это божественная энергия. Божественная энергия – это энергия для людей, которые могут ей распоряжаться по своему усмотрению, делать дела Бога. И эта энергия – денежная энергия. Это тоже вид божественной энергии. И божественная возможность не приходит сразу. Она приходит постепенно, достигает своего пика, и затем она уменьшается и сходит на нет. Мы знаем о том, что примерно с 2007 или 2008 года, я точно сейчас не знаю, или 2005, или 2006 года, произошел резкий рост цен на нефть в России. Буквально в 3-4 раза увеличились цены на нефть, и, соответственно, возросла прибыль России от продажи нефтепродуктов. Но сейчас, по прошествии этого времени, мы знаем, что, ну, со слов, например, экономиста Владислава Жуковского, что за 9 лет из России было вывезено 30 триллионов рублей денег. То есть та божественная энергия, которая была выделена для России, чтобы Россия смогла сделать божественные преобразования, вот эта вся денежная масса была украдена у России и вывезена за границу. Со слов того же Владислава Жуковского следует, что этих денег, 30 триллионов рублей, хватило бы, чтобы построить такую страну, как Россия, с нуля. То есть вся та денежная божественная энергия, которая была выделена для того, чтобы построить новую Россию, была неправильно потрачена, была присвоена лицами определенными и вывезена за пределы России. Мы не видим, что было улучшено образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура выросла, искусство. Мы ничего этого не видим. Мы видим науку, мы видим, что деньги были просто разворованы. Вина ли в этом только тех людей, которые осуществили это воровство? Владыки дают учение о том, что основная доля ответственности за то, что происходит, ложится на наиболее развитых индивидуумов в духовном плане. Также они говорят в ряде диктовок, что в это время в России воплощено беспрецедентное количество святоносцев. То есть это люди, это тысячи людей, которые пришли в воплощение для того, чтобы реализовать богозамысел для такой страны, как Россия. И мы знаем из диктовок, что этот замысел бога для России это то, что Россия должна была указать народам земли другой путь развития цивилизации, а именно духовный путь. И вот за это время, 12-14 лет, святоносцы всю эту выделенную божественную энергию потратили не так, как хотел этого бог. И соответственно, замысел бога для России не был выполнен. Поэтому божественная возможность или энергия сейчас забрана из России. Что такое забрать энергию? Все существует только благодаря божественной энергии. И если из какого-то объекта забирается божественная энергия, то этот объект разрушается. Поэтому Россия, как страна, не выполнившая своего божественного предназначения, скорее всего, будет в ближайшее время разрушена. Я не знаю, как это конкретно произойдет, но учение таково. Те люди, которые вывезли 30 триллионов рублей из России, конечно, захотят остаться безнаказанными. И для того, чтобы остаться безнаказанными, нужно, чтобы не было того объекта права или субъекта права, я не знаю, как это правильно юридически сказать, перед которым они должны были бы отчитываться. Поэтому, скорее всего, учитывая карму столетней давности, 17-го года, будет развернут какой-то такой сценарий либо гражданской войны, каких-то народных волнений, революций. Я не знаю, как это будет. Но будут провоцироваться какие-то народные бунты, которые, в конце концов, приведут к тому, что такое государство, как Россия, в том виде, как она существует сейчас, не будет больше существовать на карте Земли. И люди меня спрашивают, так что же еще можно сделать? Я достаточно невысокую должность занимаю в иерархии, чтобы иметь какой-то дальнейший план для планеты, для России или еще как-то. мою должность, можно такую аналогию, например, провести, что владыки приготовили, накрыли стол, то есть приготовили блюда, различные явства, изысканные, для того, чтобы накормить людей. а я при этом играю роль официанта. То есть моя задача разложить эти явства на столе, подать их должным образом, то есть книги с учением издать, это учение подать в таком виде, в таком виде, там такая нарезка, другая нарезка, какой-то микс по темам, по владыкам, то есть чтобы это учение было привлекательное и чтобы оно могло быть усвоено теми людьми, для которых оно предназначено. Но по какой-то причине произошло так, что к этому столу накрытому никто не пришел отведать явства. Ну кто-то пошел на футбол с друзьями, кто-то решил, что ему нужно для семьи зарабатывать деньги, кто-то поехал в туристическую поездку, кто-то решил просто пожить. У всех нашлись свои причины, чтобы не подходить и не отведывать со стола, который приготовили вознесенные ладыки. Вот это духовная пища, которая была приготовлена. И из-за этого духовная миссия России на данный момент времени не состоялась. Для Бога главное, чтобы души делали свой выбор. И вот эта цель, пожалуй, достигнута была стопроцентно. То есть все люди, все, кто соприкасался с этим учением, со мной, как с посланником ладык, с книгами ладык, они все сделали свой выбор. И это то, что хотел Бог, и это то, что было сделано. К сожалению, на данный момент времени я не имею никаких полномочий сказать что-то более обнадеживающее, чем я сказал. Самая последняя диктовка, которую давал владыка Моря в декабре прошлого года, 2016 года, в ней говорится, в общем-то, что мы должны делать. То есть самое главное это думать о спасении своей души. Но вопрос в том, что если мы будем думать только о спасении своей души, но не будем заботиться о других людях, о спасении душ других людей, то нам не хватит проходного балла в Царстве Небесном. Поэтому работы много, и никто ее не снимал. И каждый должен знать, что он должен делать и выполнять это.